Чёрный чай Он вас бодрит, он стимулирует, возбуждает нервную систему, да, он даёт вот такую вот бодрость, возвышенность, он не поднимает давление. Про давление могу порассказывать ещё, да, что нормализирует давление боярышник, очень хорошо, он нормализирует, он не снижает и не повышает, он нормализирует, если именно вопрос с давлением, да. Амарант вам не даст вопрос с давлением, амарант именно нервную систему он вот возбуждает, да, он даёт бодрость вам, причём там нет ни кофеина, ни теина, то есть он не действует так, как вот чай, кофе. Он действует за счёт других веществ, более мягких, поэтому у него нет таких противопоказаний, как у чая и у кофе. Значит, что делать с листиками? Пока амарант молоденький совсем, пока они вот небольшие, листья амаранта очень нежные и мягкие, то есть пока молоденький, его можно срывать, кушать так, его можно класть в салаты, то есть куда угодно делать, да. Когда амарант вырастает большой, листики у него становятся уже более грубыми и кушать их в салате, ну, жёстко, просто жёстко жевать. Поэтому я могу рассказать рецепт для тех, ну, для тех, кто не кушает термически обработанную пищу. Очень простое решение – это зелёный коктейль, знаете, да, всегда перекрутили, блендер с чем угодно справляется и мягенько. Для тех, кто кушает ещё термически обработанную пищу, могу рассказать блюдо, у нас оно всегда называлось вкусняшкой, потому что, ну, очень вкусно, реально очень вкусно и очень сытно. То есть после такого блюда вот вы наедаетесь одной порцией и потом вообще хоть деревья корчу и беги. Значит, как готовится блюдо? Вы берёте где-то примерно полтора литровую кастрюлю листьев, ну, по объёму говорю, да, вот сорвали, оборвали листья, просто промыли их, потому что если, ну, если это огород и где-то вот так вот, оно обычно пыльное. Просто собрали и промыли от пыли, потому что неприятно хрустеть на зубах. Дальше берёте кастрюлю с толстым дном, туда пару ложек топлёного масла. Лучше всего топлёного, потому что, вы знаете, нагревать жиры плохо всегда, да, жиры выделяют канцерогены при нагревании, и растительное масло ничем не лучше животного масла выделяет канцерогены точно так же. Поэтому из всех зол здесь лучше выбирать топлёное, то есть если вы что-то будете, жиры какие-то греть, то топлёное наименее вредное. А ещё кунжутное, говорят, не выделяю. Ну, можно пробовать на кунжутном, но всё равно вот... Всё равно, да, лучше всего, лучше ничего не греть на самом деле. Вот, лучше просто перестать жарить, перестать греть жиры. Так, значит, здесь вы, в кастрюлю, да, то есть это вы не жарите в сковородке, а кастрюля именно такая какая-нибудь утятница, что-то с толстым дном. Вы положили туда две ложечки масла, выгрузили туда эти листья, воду лить не нужно. Вот они у вас влажные, да, вы их только помыли, вот этой влаги достаточно. Вы накрываете крышечкой, и ваша задача пару минуточек их немножечко размягчить. То есть вопрос здесь в том, что они у вас жёсткие, да, вы их только чуть-чуть размягчаете. Вы их очень много раз за это время перевернули, чтобы как можно быстрее они со всех сторон размягчаться. Они уменьшатся у вас в пять раз. Да, конечно, на небольшом огонёчке просто вот их примять, понимаете, да, размягчить. Значит, после этого добавляете туда специи, ну это обычно там чёрный перец, красный перец, кориандр, куркума, вот что-то такое. Такой набор, нет, там же, там же ещё, да, там же ещё. Добавляете специи по вкусу, да, понемножечку пробуете. Вот, ну там по треть чайной ложки, по пол чайной ложки, нет, наверное, по пол много будет. По треть, по четверти чайной ложки где-то вот так, по чуть-чуть всего, да, добавляете. Значит, и если вы ещё как бы далеко от живого питания, да, если вы традиционно питаетесь, то я вам ещё советую туда добавить белый неплавкий сыр для сытности. Потому что, ну, изначально может неожиданно просто показаться, да, но многие люди, когда такое предлагаешь, начинают говорить, как на фане из мультика, это я не ем, я не козёл. Вот, вот для того, чтобы не было такой, не было такой реакции, да, вот если вы, потому что я знаю, что люди все на фестивале очень разных, как бы, пищевых вот таких ступенях, на очень разных, поэтому рассказываю про всех, да, для всех, чтобы каждый мог для себя использовать. Если вы ещё кушаете, грамм 150 кубиками порезать сыр, то есть он должен быть не плавкий, не российский, вот этот, который растает, да, а именно какой-нибудь адыгейский сыр, там, сыр здоровья, брынза, вот что-то такое. И вместе со специями кладёте. Если вы не едите уже сыр, ничего не кладёте, вам и так будет вкусно, поверьте. Вот, значит, специи туда и сыр добавили, закрыли крошечку, ещё одну минутку, просто вот, чтобы это всё пропиталось. Сняли и всё, и сразу кушаете. То есть это обработанное блюдо, но с минимальной обработкой, да, только для того, чтобы вот размягчились листики. Получается настолько сытно и настолько питательно, вот все, кого я когда-либо угощала этим блюдом, просто влюбляются в него и просят потом ещё. У нас даже был период, когда, когда вот мы увлеклись этим блюдом, да, и кушали его, у нас друзья специально заезжали к нам, вот они ехали, едут где-то мимо, специально заезжают, звонят предварительно, говорят, так, беги, собирай амарант, мы на 15 минут только на вкусняшку. То есть мы их покормили, они заехали быстренько раз и поехали себе дальше, потому что, ну, действительно, реально очень вкусно и очень питательно. Вот, поэтому если вы ещё такое вот чего-то термическое кушаете, обработанное, обязательно попробуйте такое блюдо приготовить. Так, что у нас можно делать ещё? У нас ещё есть семена, да, маленькие такие, вот совсем как маковки крошечные такие. У дикого амаранта они чёрные, но бывают ещё разные виды, вот такие цветные. У них семена могут быть такого молочного цвета, могут быть розовые, могут быть бордовые. Но у обычной вот такой щерицы зелёной, да, у него маленькие чёрненькие семянушки. Они действительно очень крохотулечки, но собрать их на самом деле несложно, потому что в каждом растении там их до миллиона штук бывает, этих семян. То есть вы его просто срываете на какую-то, раскладываете на что-то, вот там на ткань или на что-то, он просыхает и потом просто вот обмолачиваете, да, оббиваете это всё. И собрать семянушки совершенно несложно, поэтому там стакан, два семян, ну, труда вам не составит поиметь. Что можно с ними делать? Значит, ну, во-первых, из них кашу можно варить. То есть их можно варить как кашу, обычно, да, вот как вы обычную кашу варите, предварительно нужно только замочить его, потому что у них очень твёрдая кожурка вот эта, чтобы он, ну, вот как горох, да, перед тем, как варить, вымачивая, точно так же здесь надо вымочить сначала. Причём в такую кашу не надо добавлять масла, потому что в амарантовом семене очень много масла, ну, очень такое вот жирозадержащее. Причём масло, самое ценное из всех растительных масел, масло амаранта содержит скволен, то есть семена содержат, да, которые в составе масла. Скволен – это вещество, которое выводит радионуклиды из организма. И наша фармакологическая промышленность делает из скволена дорогущее лекарство, из скволена промышленно добывают в печени глубоководные акулы. И вот в этой печени всего полтора процента скволена. И вот представьте, да, где за той акулой гонятся, сколько там той печени, поэтому лекарство сумасшедших денег стоит. А в амаранте от 8 до 20. И за акулой гоняться не надо, никуда ходить не надо, понимаете. Вот оно под ногами в общем доступе выводит радионуклиды, заживляет раны, омолаживает клетки, затягивает любые проблемы. Амарантовое масло, вот само по себе, если вы найдёте выжимку именно, потому что отжать очень сложно, эти семянушки очень такие, ну, жадные, да, им сложно отдать масло. Вот если вы найдёте выжимку, она стоит вообще, ну, очень больших денег. Чаще всего амарантовое масло делают просто перемалывают семена и заливают каким-то другим маслом, такую вот настойку, да, как бы на другом масле делают. Вот, и всё равно оно тоже очень хорошими свойствами обладает. Значит, если вы не хотите кашу, если вы уже отошли от каш, да, то амарантовые семена можно кушать ещё очень другими разными способами с большей пользой. Ну, во-первых, их можно просто размочить и прорастить. Прорастают очень долго. Это точно так же, вот, как мак и многие другие семена, да, сложно прорастить. Вы их замачиваете на ночь где-то примерно, а потом очень тоненьким слоем растилаете, постоянно поливаете, и вот они два или три дня, ну, трое суток, может, три с половиной суток, они могут просто лежать, и вам будет казаться, что ничего не происходит. А потом вы утром просыпаетесь, так, а там вот такие ростки уже. Вот он просто лежит, 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 а потом, чш, и вот так вот резко выстреливает, да, все прорастают. То есть можно проращивать, можно просто вымачивать, подольше дать ему набухнуть, да, полежать и кушать. Можно вымочить и перемолоть в блендере, сделать амарантовое такое молочко, да, чуть-чуть водички добавили и хорошо, качественно перемешали. Можно сухие зёрнышки измолоть в кофемолке, такую сделать амарантовую муку. И вот этой мукой уже тоже пользоваться по своему усмотрению, посыпать себе бутерброды, салаты, добавлять в какие-то блюда, да, ну, куда угодно досыпать. Вот, понимаете, да, что очень широкий спектр использования, как это можно использовать, и если учитывать, насколько это ценно по пищевым свойствам, то я думаю, что есть смысл этим заморочиться, есть смысл заняться, найти амарант, пособирать эти семянушки и этим воспользоваться. Так, про метёлочки сказала, да? Значит, про амарант понятно, переходим дальше. Следующее растение, которое тоже всегда растёт близко к людям, которое тоже очень любит, когда какие-то где-то почвы трогались, это лебеда. Лебеду кто не знает, показывать картинку? Конечно, знаю. Показывать хорошо. У лебеды тоже бывает много видов, у неё листики бывают такие длинные, продолговатые, бывают кругленькие, бывают такие треугольные. То есть очень разные виды бывают лебеды. Но лебеда чем вот она? У неё верхушка листа гладенькая, а внизу она такая вот, как белым налётом таким, скажем, да? Поэтому вот таким её можно образом определить. Она тоже как сорняк. Она тоже сорняк, да. Она злостный сорняк, она очень много нарастает обычно. Вот это все три в картинке, это она. Для огородников, кстати, лебеда очень хорошее растение, потому что лебеду очень любит тля. Вот если у вас проблема с тлёй, да, которая вот съедает какие-то ваши растения, то очень простой совет. Не выпалывайте лебеду. Вся тля будет на лебеде. Ваши растения её интересовать не будут. Значит, чем интересна лебеда? Лебеда тоже очень белково содержащая растение. Там тоже очень много аминокислот. В лебеде много витамина С. Кстати, практически все дикорастущие растения содержат очень много витамина С. Они превосходят по содержанию раскрученные лимоны, причём там в 10 раз, в 20 раз, ну, большое количество раз. А после сушки лекоменце сохраняется? После сушки, да, если правильно высушить, при правильной высушенности сохраняется. Если правильно высушить, правильно хранить. Я расскажу, я чуть позже расскажу, как заготавливать на зиму, как сделать так, чтобы сохранилось практически всё. До 97% можно сохранить, если подходить к этому грамотно. Что хочу про лебеду хорошего сказать. Лебедой растение очень нежное, мягкое. Если вот амарант взрослые уже, листики, они грубые, то у лебеды листики мягкие постоянно. И вот эти шишечки, да, её цветочки, они тоже мягкие. Из лебеды можно готовить что угодно, там, щи, кашу какие-то, лепёшки, да, то есть из неё пекли, делали муку из этого всего, из этих пупочек её цветочков перемалывали. И лебедой, лебеда это одно из растений, которым люди спасались вот во всякие там блокады, в голодовке, да, во время войны, когда не было еды. Люди спасались в первую очередь вот с нытью, лебедой, да, вот тем, что вот так вот росло, то, что знали. И знаете, в связи с лебедой у меня очень интересная была история. Я начала вот как-то раскручивать, искать эту информацию, да, вот как люди кушали во время войны, вот это всё питались. И наткнулась на очень любопытный факт. Вот вы знаете, сейчас у нас какие самые два больших убийцы? Ну, какие болезни сейчас у нас больше всего смертей вызывают? Онкология. Сердце. Сердечно-сосудистые, да, и онкология. Вот это как бы два таких, две таких самых больших проблемы современности. И вот сердечно-сосудистые заболевания, причина, вот причина нам в первую очередь декларирует, в чём причина сердечно-сосудистые. Ну, обычно нам говорят, что это нервы, да? Это нервы, стрессы. Это вот когда человек там как бы вот разгармоничен, разгармоничен, да? Разгармонизирован. Вот. То есть нам говорят, что не нервничает, то сердце будет болеть, да? Ну, вот какие-то вот такие вот у всех представления, что сердечно-сосудистые, это прежде всего стрессы. Говорят, такая жизнь пошла тяжёлая, такие стрессы, да, такая вот всё вот это вот. И поэтому люди вот так вот болеют. И вот очень интересный факт меня очень впечатлил. Оказывается, в послевоенные годы процент смертости от раковых сердечно-сосудистых заболеваний уверенно стремился к нулю. Понимаете, да? И попробуйте, да, вот сравнить те стрессы и эти, да? Вот во время войны не было стрессов, да? Вот сейчас есть, а тогда не было. То есть, понимаете, стрессы были, и стрессы были ужасные, но чего не было, я в итоге поняла, супермаркетов не было. Понимаете? То есть причина-то в другом. Не было супермаркетов, и люди, вот эти условия, жуткие условия жизни вынудили людей перейти на подножный корм. Они просто вынуждены были. И за счет этого они такой царят здоровья себе. Там работает микрофон, мы сядем потихоньку. У нас не было по плану сейчас. Нет, давайте дослушаем, а потом кто хочет, кто-то идет. Практически семинар тоже будет? Прямо пройтись как-то? Нет, давайте. Практически неплохо это было, но просто у нас сейчас запланированы были именно лекции, нужно дорассказывать, что все в практику, а потом я Васе одно сказал, а Петя убежал, не услышал, потом я всем одно и то же по 20 раз. Да, конечно, книги много написано, естественно, но я же, понимаете, книга написана в одиннадцатом году, а сейчас уже четырнадцатый. Я-то тоже не стою на месте. Что-то написано, что-то может и из того, что у меня надо. У меня третья книга готовится к выходу. Так, понятно, да? Поэтому сейчас вот всем говорю, особенно там бабушкам, которые всегда стремятся добиться расположения внуков, любви внуков, тем, что чего-то принести вкусненького. Ну это вот как бы классический вариант, да? От бабушек внуки все время чего-то вкусненького ждут. И раньше у нас как-то бабушки шли в гости к внукам и несли, ну, пирожки, допустим, да, или что-то такое. Сейчас бабушка идет к внукам и несет ему что? Шоколадку, йогурт с красителем какой-нибудь, да? Мороженое с какими-нибудь ешками, стабилизаторами там со всем остальным. Вот, понимаете? И вообще, какое может быть у детей здоровье? У нас сейчас, я не знаю, вот как в России, в Украине сейчас все дети проходят тесты для того, чтобы, ну, медицинские тесты, чтобы группу по физкультуре им поставили. То есть, они должны 30 раз присесть, им потом пульс, меряют давление. Так многие дети не могут присесть 30 раз, они там в обморок падают после этого, понимаете? Вот насколько у нас сейчас дети слабые. Вот так вот, да, вот если брать повсеместно. Дети ослабленные, потому что у нас сейчас все лучшее детям, да? Компьютер, телевизор, йогурт с красителями. Все лучшее детям. Вот, поэтому всех призываю. Вот идет бабушка, гостик, внуку, и вот сделайте ему какую-нибудь конфетку зеленую из дикоросов, коктейльчик с лебедой, еще что-нибудь. Кстати, кто не пробовал, у нас есть конфеты из семи дикоросов. У нас вот здесь палаточки мы делаем. Вообще, просто делается элементарно. 10 минут максимум, да? Это если вы хотите накрутить целую кучу. Если вам надо 10 штук, вы за 2 минуты сделаете. Очень быстро делается, сытно, питательно, сладко. Вот идете в гости к внуку, сделайте какую-нибудь конфетку вот такую зеленую. Сделайте что-нибудь полезное. Не несите йогурты, не несите вот это все неизвестно что. Так, хорошо, это лирика. Дальше. Как вы их делаете? Как делаю конфетки, расскажу. Это я плохо делаю? Вообще, именно, можете, да, как специю разве что использовать, а так используются именно молоденькие листики, да. Ну, можно все, но я вам говорю, что лучше, да? Я вам говорю, что лучше. Значит, портулак огородный. Портулак растение очень вкусное. Вот если вы попробуете листик, он такой немножечко склизенький и чуть-чуть с кислиночкой. Очень приятный на вкус. Его можно использовать в пищу как овощ. То есть его в салат можно положить вот столько, сколько огурцов положили, много. Его можно делать с ним, допустим, овощное рагу. Вот сколько вы положили для рагу капусты, вот столько же там портулака положили, много, да. Его можно использовать там очень по-разному. Его можно жарить, варить, тушить, мариновать, квасить, засаливать как капусту, консервировать как огурцы. То есть с ним вообще делают все, что угодно. В странах Средней Азии его специально сажают на грядки и выращивают как овощ. То есть это у них вообще просто шикарная культурная еда. Сейчас расскажу. Мы когда на семинаре рассказали про портулак, у нас там люди, ну, в Средней Азии, у нас люди аж подпрыгивали на стульях и не сидеть не могли. Ай, моя бабушка, точно. А я блюда знаю. Ой, а мне же мама так готовила. Ой, да, я же вот это знаю. Они нас просто потом закормили, заугощали какими-то блюдами, которые они начали вспоминать, потому что для них это вообще просто, ну, еда, просто вот такая вот общепринятая еда. То есть это овощ. Чем он замечательный? У него много витамина С, в нем очень много. Он хорошо чистит сосуды. Это из того, что вот я лекарственного такого помню. Но для нас, да, так как мы разговариваем о еде, он очень вкусный. Вот это самое ценное. Если вы его замаринуете, будет примерно как морская капуста. Ну, примерно. Не то, чтобы один в один, да, но где-то вот примерно так. Если вы, допустим, его, ну, вот в нашей полосе, допустим, грибов нет. Вот здесь грибов много, да, у нас для нас грибы, это вот такое что-то очень, очень экзотичное. И вот если портулак пожарить с картошкой, то будет ориентировочно, как картошка с грибами. Ну, не то, чтобы прям в один в один, но очень похоже, да. То есть у него, ну, очень вкусный в любых вот каких-то блюдах, в любых соотношениях он очень вкусный. Теперь еще одно растение, которое тоже такое сорнячное. В принципе, сейчас найду картинку. Это растение у нас и на огородах вырастает, и где-то в парках, и в лесочках каких-то, в небольших, сильно густые леса. Она, конечно, не любит, но в таких лесочках растет. Это растение называется звездчатка средняя, или еще мокрица называют, потому что любит такие вот влажные места, да, и буйствует обычно весной и осенью. Летом оно так чуть-чуть присыхает, вот, а весной и осенью очень сочное, очень насыщенное. Кто не видел, покажу картинку, да? Вот смотрите, здесь картинка крупнее, вот это оно, вот белые цветочки, такие белые звездочки. Эта картинка крупнее, чем оно есть на самом деле. Оно помельче обычно. Она меленькая. Причем она и при белой, в ее ваку колени вот за сезон. Да, она постоянно ковриком растет очень много. Вот летом она, или вот когда засушливое время, она иссыхается, у нее стебелечки становятся такими тонкими очень. А весной и осенью она очень сочная, и прямо стебелечки сочные, и листики у нее очень сочные. Вот это вот верхнее растение. Вот, смотрите, маленькие звездочки, они мельче на самом деле. Здесь укрупненная картинка, потому что она меленькое такое растение. Вот это вот, беленькие цветочки, да, это она. Значит, что интересного про макрицу могу сказать? Ну, растение, во-первых, очень вкусное. Особенность такая сбора. Когда собираете макрицу, не дергайте ее вот так вот, горстями. Она обычно ковриком растет. Вот возьмите просто верхушечку и ножничками чикните, потому что очень тоненькие корочки, и быстро внизу, вот эта нижняя часть, она такая становится засохшая уже, да, стебелечка. Если вы ее просто нарвете, потом замучаетесь перебирать. Очень-очень много, да, вот этого всего. А если сверху вот так просто жменькой взять и отрезать, то у вас сразу готовая к употреблению масса. Значит, ее нужно обязательно резать, даже если в блендер кладете, потому что стебельки волокнистые, иначе будут наматываться. Вот. И с нее очень вкусно, из нее можно разные блюда очень вкусные делать. Можно сделать такие, допустим, какие-то оладушки из макрицы, да, вот, ну, к примеру, да, вот так вот, на вскидку вам какой-то такой рецептик. Это там для термически обработанных, да, кто кушает. Можно взять, допустим, там, горсть такую, вот там, ну, литр или пол-литра, да, по объему макрицы порезать. Порезать туда молоденького, там, допустим, зеленого лучка, еще столько же. добавить чуть-чуть, буквально, там, пару ложек какой-нибудь муки, там, гречана или чего-то такого, да, можно добавить, там, сырое яйцо для связки, если едите. Ну, то есть, чего-нибудь такого вот. Или же мучки побольше, так, чтобы, так, чтобы льняную муку, чтобы вот что-то связующее было, да, если яйца не кушаете, то просто льняную муку или чего-то, то, что вот такое дает. Замесили вот такую вот штуку из него, и потом, либо как оладушки, просто если жиденько получится, как оладушки можно выкладывать, вот ложечкой просто раз, такими кучками, да, и вот немножечко буквально ее поприжаривали, и будут у вас такие вот вкусные зеленые оладьи. Вот, значит, что еще хорошего можно, она очень здорово убирает какие-то проблемы на ножках, вот на топтуши, пяточки, да, люди, у которых огороды, очень часто вот с этим вот мучаются, потому что пятки черные, куда-то надо выйти, да, там или где-то натерли, натоптали. Вот очень здоровское растение помогает снимать это все. Взяли этой мокрицы, немножко ее порубали или помяли, да, чтобы вот она такая вот была, сочная. Маленький пакетик, вот такой бутербродный, да, называются такие вот маленькие пакетики. Набили туда этой мокрицы, одели на ногу, пакетик с мокрицей, сверху одели носок, одели какие-нибудь там тапочки, калоши в чем вы ходите, и пошли себе там на огород, пошли чего-то делать. Понятно, там в театр так не пойдешь, но где-то вот по дому, если что-то по улице делать, и походили так. Ну, какое-то там время, сколько, час-два там вы так походили. Вот, три-четыре таких процедуры, ноги не узнаете потом свои. Вот, любые, опять же-таки, какие-то боли может снимать, там боли в суставах или еще где-то что-то болит. Да-да-да, вот на пяточке, я же говорю, в пакетик, и на топтыши. Сушить можно, да, да, я сейчас буду рассказывать про заготовку. Кстати, подскажите мне, сколько сейчас времени, чтобы мы успели заготовку? Четыре. Четыре, то есть у нас еще час, да, нам надо успеть про заготовку обязательно еще, что-то я вам рассказала. То я могу про растения вам рассказывать тут очень долго, у меня семинары бывают и по шесть часов, я все это время могу рассказывать. Так, сейчас немножко еще пробежимся. А в суставах тоже аппликации? А? В суставах тоже аппликации? Да, тоже можно вот так вот помять, порезать ее, примотать просто к больному суставу, ну, тканью обернули вы ее, ну, положили пакетик, тканью обернули и походили, очень хорошо снимают. Кстати, практически все растения, очень многие, они снимают поле, снимают вот какие-то вот такие состояния, если их просто вот привязывать, приматывать. На самом деле растения гораздо, ну, знаете как, самым слабым, самым слабым лекарственным свойством обладают чаи, ну, какие-то настойки, настои, напары, да, спиртовые вытяжки, водные вытяжки, это самый слабый лечебный эффект, который вы можете получить от растения. Намного более сильным лечебным эффектом обладают растения, когда вы его используете внутрь целиком. во-первых, во-первых, сильнее действие лекарственное, во-вторых, безопаснее, потому что, когда вы делаете вытяжку, водную или спиртовую, вы получаете только часть элементов, водорастворимые, жирорастворимые элементы, вы не получаете всей гармонии, вы не получаете целиком, поэтому оно будет более узко действовать и с ним можно переборщить, да, когда вы кушаете растения целиком, вы получаете все, что заложено природой, поэтому намного эффективнее действует, при этом безопаснее, там все гармонично, там все продумано природой, понимаете, вы ничего не отделили, вот, но еще более сильным свойством обладают растения, когда их прикладывают, вот приложенное растение на больное место самым эффективным свойством обладает, поэтому мы, например, вот вы знаете, такое растение есть из соп, это то, что сажают, пряность, такая пряновкусовая травка зелененькая, вот, я не знаю, у меня, наверное, есть картинка, знаете такое, да, растение сажают, растение очень хорошо от кашля помогает, вот, чаечки заваривают, но, когда вот у меня у ребенка был сильный кашель, я ему привязывала вот сюда, как кулончик, веточку из сопа, на шнурочек просто, вот сюда на шнурочек, и помогала, еще раз прослушали, из соп, из соп, как кулончик привязывала просто ему вот сюда, вот на грудь, на шею, кусочек растения, просто сорвала кусочек растения и привязала, так, еще что хорошего хочу сказать, клевер, красный клевер, знаете такое растение, да, конюшина еще его называют, растение очень полезное, съедобное, у него кушают и листики, и цветочки, цветочки вообще, его можно заваривать в чай, они очень хорошие антисептики, то есть можно на зиму себе заготовить, да, когда простуды какие-то, что-то заваривать, себе, деткам, красный клей, вот сами цветочки, они прямо медовые, они очень сладкие, вкусные, то есть их можно использовать для каких-то вот напитков, делать себе настои какие-то, добавлять там в какие-то, ну какие-то компоты, да, фруктовые какие-то напитки, во что-то такое. А белый клевер? Белый клевер не таким обладает свойством, как красный, красный лучше. Так. А скажите, его у меди тоже можно делать? Да, у меди можно. Люцерна. Люцерна это еще одно очень замечательное растение, его тоже используют в основном животноводы, тут уже больше для кури, кур, уток, да, и чего-то такого его выращивают, они его очень хорошо поедают. Выращивают с той же целью, чтобы хорошо росли мышечную массу, набирали, да. Чем интересна люцерна? У нее очень длинные корни, корни бывают там 20 метров и больше, поэтому люцерна добывает из нетр земли то, что недоступно другим растениям, поэтому люцерна очень цена своим минеральным составом, он у нее очень интересный, да, и там много того, чего нету в других растениях. Еще растение такое, это тоже то, что вы наверняка знаете, растение называется расторопша пятнистая. Ну, про расторопшу, наверное, слышали, потому что продаются шрот расторопши, масло расторопши, да, там для волос, может, кто-то покупал масло. Так вот, у расторопши съедобные листья, можно кушать листики, и они очень хороши для печени. То есть, если вот там шрот масла, они как бы лекарственным обордают, да, то здесь именно оно восстанавливает, гармонизирует печень. Расторопши растения, ну, серьезный сорняк, вы его наверняка видели, вот на картиночке, посмотрите, вот такой вот он. Листики имеют такие большие колючки, очень колючие. Его используют и в салаты, и куда угодно. Если вы будете делать в салат, то, конечно же, вам придется ножничками аккуратно обрезать все иголочки, да. Вот, но на самом деле, я ни разу не разоморачивалась с салатом, потому что я ленивая, мне иголочки все обрезать лень. Я аккуратненько вот так пальчиками брала, ножничками отрезала листик от растения, а потом его вот так же двумя пальчиками просто клала в блендер. И после этого я его кушаю. Все иголочки перемалываются, вот это вот внизу оно. Вот это внизу. Расторопша пятнистая. Ой, да, такое страшное. Вообще, очень вкусное, очень полезное растение. Так что, если встретите в природе... Они крупные, да. Они здоровые, крупные такие. Да, 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 такие здоровые, только они вот вытянутые и такие вот немного фигурные, да. Так, что еще хочу? Хочу немножечко еще хотя бы пару слов о деревьях сказать, потому что деревья тоже дикорастущая зелень. Хочу немножко сказать вам о боярышнике. Боярышник просто великолепное дерево, которое даст вам очень много всего полезного. Вот все слышали о том, что у боярышника красненькие такие плоды, да, и их кушают, их заваривают, их используют в лекарственных целях, ну, для многих всяких этих... в лечебных. Но я хочу обратить ваше внимание на цвет боярышника. Цвет используют гораздо реже. Вот цвет боярышника значительно ценнее, и свойства у него значительно больше, чем замечательный боярышник. Он не вызывает привыкания в организме, то есть вот если всеми лекарственными травами, да, ими нельзя увлекаться, то есть их нужно пить курсами использовать, и нельзя их там, допустим, постоянно. То боярышник — это то растение, которое можно кушать и пить постоянно, регулярно. От этого вашему организму будет только польза. Цветы боярышников чая, они просто восхитительные. У них такой нежный, великолепный привкус. Вы разочек попробуйте, вы в них влюбитесь. Это очень действительно очень вкусно. Боярышник очень хорошо нормализирует все процессы в организме. То есть он нормализирует нервную систему, он снимает усталость, он снимает нервное переутомление, умственное переутомление, физическое переутомление. Боярышник может ускорять мысль. То есть это вот волшебное растение, да. Если вам нужно сейчас вот очень эффективным быть, да, если вам нужно, чтобы ваша мысль была ярка и эффективна, попросите боярышника об этом и скушайте цветочки. Очень здорово ускоряет мысль. И еще прекрасное свойство — боярышник нормализирует давление. У меня есть одна близкая родственница, у которой были просто жуткие проблемы с давлением. То есть женщина постоянно пила таблетки от давления. Когда у нее повышалось давление, у нее болела голова, у нее была рвота, вызывали скорые. То есть эта скорая была в доме вообще постоянным гостем. Два раза в год она лежала в больнице, профилактические какие-то действия там, ей чего-то прокалывали, чего-то пропивала она, чего-то делала, и все это продолжалось годами. То есть все это просто по кругу, пролежала, прокололась, опять скорая, опять рвота, опять головные боли и все. И я решила, что нужно этот порочный круг как-то разорвать. Я ей собрала сбор, принесла и говорю, так, это ваш чай. Вы теперь это пьёте постоянно вместо чая. Вот ничего не знаю, буду проверять. Вот просто в приказном порядке. Сейчас расскажу вам очень простой сбор. И вот она попила полгодика, скорые прекратились. Сейчас уже прекратились поездки в больницу. Прекратились постоянные таблетки. То есть она теперь не носит за собой таблетки, потому что она без них вообще не жила. Вот. То есть давление нормализируется, и всё это очень хорошо снимается. Значит, сбор состоит там четыре компонента. Цветы поярышника, пастушья сумка, белиса. Это всё в равных частях берётся. И полчасти корня валерьяны. Ну, то есть даже можно не полчасти, можно даже меньше, там треть, немного. Потому что, ну, он очень выраженный, он такой гитрёный очень. Вот. Всё это заваривается просто как чаёк. Вы просто пьёте. То есть без всяких там каких-то заморочек, да, там, сколько-то ложек, сколько-то минут кипятить. Потом ещё вот так, вот так, с бубном вокруг поплясать. То есть без всех вот этих заморочек. Просто как чаёк. Заварили, дали настояться. Как любому травяному чаёчку нужно заваряться. Да, сейчас скажу. Как любому травяному чаёчку нужно хотя бы там минут 10-15 настояться, да. Ну, то есть это обычное. Вот как обычный чай вы завариваете. И просто пьёте, когда хочется чая. Постоянно. То есть пить можно год, два, три регулярно. Без никаких курсов придерживаться не нужно. Очень хорошо нормализирует. Значит, повторяю. Цвет боярышника, пастущая сумка, мелиса и немножко корня валерьяны. А можно мне эту мелису заменить? Именно мелиса нужна. Большая разница между ними, да? Да, у них есть разница. Здесь важна именно мелиса. Это нормализация давления? Это нормализирует давление. То есть оно не повышает, понижает, оно нормализирует. Именно вот уравновешивает давление. Так, что ещё интересное хочу сказать. Есть такая прекрасная травка, называется мангольд. Это то, что можно посадить и выращивать. Значит, мангольд ещё называют листовой свеклой. Потому что листики очень похожи на свеклу. Вот они, картиночка. Видите, вот и то, и то. И это мангольд, и это мангольд. У него бывают прожилочки бордовые, как у свеклы. Бывают зелёненькие прожилочки, как у свеклы. Вот такие вот листики. Если у вас есть своя земля, очень советую обзавестись такой травкой. Посадить и выращивать. Потому что просто великолепное растение. Нежные, мягкие листья, как салатные. Причём салатные листья часто с горчинкой бывают. Здесь нет горчинки, очень нежные листики. И очень хорошо отрастает. То есть вы весь сезон просто обрываете листья, которые большие. Вы их срезали, а они изнутри опять, опять, опять. То есть он очень плодовитый, он весь сезон у вас будет идти. И мы даже несколько раз выкапывали осенью растения, пересаживали в горшок, и зимой на подоконнике он продолжал давать нам листья. Я расскажу, как приготовить траву, и расскажу, как сделать из неё конфетки. Значит, следующее растение. Прекрасное, шикарное растение. Всем абсолютно известное. Которое вы все точно знаете, потому что оно всегда и везде под ногами. Нет. Одуванчик. Одуванчик. Одуванчик растение просто великолепное. Я когда узнала про все его свойства, я в него просто влюбилась. Я теперь всем его советую, всегда и везде. Одуванчик растение, которое вылазит с самой-самой ранней весны бывает. Одно из самых первых появляются эти листики нежные, молоденькие. И до самой поздней осени оно есть, это растение. Есть повсеместно и везде. И вот одуванчик – это растение, которое мягко и ненавязчиво чистит всё, что можно придумать в организме. Все органы и системы. То есть это мягкое слабительное, мягкое мочегонное, мягкое желчегонное, которое не даст вам такого эффекта, как касторка, да? Которое просто будет мягенько вас очищать, мягенько выводить, помогать вашему организму выполнять свои функции. То есть это всё мягкое. Оно чистит почки, печень, кровь, там, ну всё, абсолютно все органы, да? Всё, что у вас есть, всё чистит амарант. О, одуванчик, извините, заговорилась. Об этом хорошо знают диетологи, которые вот действительно такие толковые диетологи. Если вы придёте попросить, попросите составить программу для снижения веса, наверняка одуванчик будет в первом ряду. Потому что за счёт своих очистительных свойств, естественно, он выводит из организма всё лишнее. А одуванчик... В одуванчике съедобно всё. Листики, корни, цветы и ножка вот эта, на которой растёт цветочек, тоже съедобно. Причём, это от нашего запорожского целителя у меня информация, что ножка, на которой растёт жёлтый цветок, имеет максимальную концентрацию всех полезностей. То есть то же самое, да, во всех остальных частях. Но именно в тот момент, пока цветочек жёлтый, вот эта вот трубочка, да, на которой он растёт, имеет максимальную концентрацию полезностей. Поэтому, если вы хотите... Одуванчик не как общее такое оздоровительное, да, а если вы хотите именно от чего-то исцелиться, то нужно успеть за сезон хорошенечко наесться ножик. Потому что есть случаи, когда люди полностью избавлялись от каких-то болей, там, в спине, в суставах, да, от ревматизмов, от чего-то вот такого, полностью избавлялись за один сезон, просто наевшись одуванчиков. Просто хорошенько, качественно их покушав. Потому что сосудики, суставики прочищаются, и, естественно, ваши боли, ну, куда-то пропадают, забывают даже ручкой помахать. Мне просто уже много историй люди рассказывали, которые пользовались, рассказывали, где, в каком месте у них что болело и что пропало неожиданно. Значит, как кушать одуванчик? Очень многих смущает, что одуванчик горький. Все говорят, что же делать, он же горчит. Вот, и одуванчик вообще традиционно пищевое растение. Если вы вот пойдёте искать где-то какие-то рецепты из одуванчика, наверняка наткнётесь на то, что его используют в кухнях очень многих народов мира, и одуванчик перед тем, как использовать, советуют вымочить в хорошо солёной воде для того, чтобы ушла горечь. Вот я вам этого делать не советую. Я вам советую его не вымачивать, потому что горечь в одуванчике самая ценная. Я вам советую оставить её так. Если вы будете весь сезон вегетативный, да, то есть с ранней весны до поздней осени, добавлять себе в блюдо, во все, по 2-3 листика, 2-3-4 листика одуванчика молоденького. Выбирайте молоденькие красивые листики, так, чтобы не было никаких на них повреждений, да, вот такие нежные. И вот добавляйте себе постоянно везде. Поверьте вам, никакой горечи вы не почувствуете. Потому что вот, ну, добавляем же мы там лук, чеснок, салаты. Они намного более горькие, и нас это не смущает. Поэтому, если вы будете добавлять по чуть-чуть, понемножку везде, то горечи вы не почувствуете, а постоянное оздоровление вы будете иметь. Но если вы хотите вот так действительно какой-то сделать себе курс оздоровительный, да, и покушать ножик от одуванчика, вот пока вот месяца полтора одуванчик цветёт, можно это всё собирать и кушать. И вот если вы хотите действительно наест-то ножик, то там уже с горечью придётся что-то делать, потому что если салат из одних ножек, да, то, ну, горечь будет. Вот, и я, когда я искала решение этого вопроса, на очень интересную информацию наткнулась. Оказывается, в Италии, по-моему, есть специальные фермы, на которых одуванчики сажают и выращивают для итальянских ресторанов. Потому что блюда из одуванчиков считаются деликатесом, стоят больших денег. Вот, и, значит, там я увидела один рецепт, который мне просто идеально, они так листики готовят, он идеально для ножек подошёл. Значит, рецепт, ну, самый простой, вот, я очень люблю, когда что-то вот вообще идеально простое максимально. Значит, как приготовить такой салат? Берёте ножки, вот эти трубочки, собираете, да, цветочки с ножками, цветочки все состригли и куда-нибудь в другой салат, либо законсервировали с мёдом, либо как-то использовали, да, знаете, как в мёде консервировать? Вот, кто подходил ко мне рассказывал, да, не всем, наверное. Значит, я вот так консервирую все цветочки, ну, не только дуванчик, я так консервирую цвет белой акации. Кстати, вот кушали белую акацию, да? Да, да, очень вкусные. Очень вкусные цветочки, нежные, мягкие. Я так лепестки роз консервирую, то есть вот какие-то такие, да, не только дуванчики. Значит, как делать? Вы просто берёте эти цветы, главное не мыть, не мыть. Да, если там какие-то жучки, просто сдуйте их, не мыйте, чтобы вода не попадала. Сухие цветочки. Перемешиваете с мёдом, ну, примерно один к одному, но нужно так, чтобы мёдом было покрыто, чтобы ничего не торчало. Да, вот хорошо перемешали. Если мёд у вас густоват и плохо перемешиваете, перемешивается, дайте тогда, значит, этой смеси постоять вот просто при обычной комнатной температуре, ну, пусть он денёк постоит, чтобы это всё во все щёлки, вот эти все протекло, чтобы не было пустот. Перемешали в обычную стеклянную банку под обычную капроновую крышку и поставили просто в прохладное место. То есть или в самый низ там в холодильнике, или же куда-то в погреб, да, в какое-то просто прохладное место, чтобы оно было вот не при высокой температуре. Хранится, ну, вот у меня была открытая банка, которую случайно заставили, в которую уже лазили ложкой, да, в которую уже половину съели. Она случайно заставилась и простояла два года в таком состоянии. Я её нашла, там хоть бы что, ни плесени никакой, ничего, не закисло оно, то есть вот как будто вы только что положили. То есть мёд великолепный консервант, и вы получаете просто вкуснейшие цветочки с мёдом, да, такое вот неварёное варенье как бы полезное. И вы эти цветочки вместе с мёдом потом вместе вот так вот всё это зимой кушаете, приносите себе пользу, потому что знаете, да, что варенье это самое последнее, что можно сделать из ягод, из цветов. То есть сварили, испортили, сахар добавили, ещё допортили, да. Вот это потом никому не нужно, все накоскармливают дети. Да, вместе с цветоножкой. Значит, цветочки мы с вами собирали с ножками, помните, да? Цветочки мы куда-нибудь использовали в другой салатик или на варенье, а ножки мы порезали кружочками. Чем мельче вы порежете, тем легче будет жевать, потому что ножки довольно-таки волокнистые. Если порезать крупно, жевать будет сложно, ну, жёстко будет, да, салат. Поэтому как можно мельче. Сразу говорю, в блендер не кладите. Блендер растирает вот это всё, и получается такая вата у вас. Её вообще невозможно будет с ней потом ничего сделать. Её не жевать нельзя, не как-то из неё чего-то извлечь. Поэтому порежьте ножом, не измельчайте в блендере. Порезали меленько, добавили туда буквально немножечко совсем лимонного сока. Взяли лимончик, вот придавили, чуть-чуть полили. Либо лимончиком, либо если есть домашний яблочный уксус. Только я вас очень прошу, не магазинный. Ни в коем случае не покупайте в магазине яблочный уксус, потому что это уксусная инсенция с красителем, с ароматизатором. Как бы не было замечательно. Погу ещё напоследок рассказать ещё одну траву такую экзотическую. Всё я вам рассказывала такое, что вообще у вас тут под носом везде, да. Ещё хочу про одну очень экзотическую траву рассказать. У вас она точно не растёт. Она растёт в Крыму, она растёт у нас в Запорожье, в Днепропетровской области. Но вы наверняка сможете её где-то у травников поискать, поспрашивать. Наверняка какую-то в засобшем виде сможете найти. Называется трава Острогал. И вас интересует Острогал шестистоцветковый. Почему я решила рассказывать про эту траву и пишу. Она не очень доступная, но я про неё всё равно пишу. Потому что эту траву называют травой, трава бессмертия кремлёвских вождей. Эту траву собирали и привозили для Сталина, для Берии. Гитлер этой травой пользовался, да, эти знания знал. То есть всем по наследству это передавалось. Вот доставался именно этот Острогал шестистоцветковый. Чем он такой замечательный? Он обладает свойствами, то есть вот там у него настолько гармонично собранные вещества, он омолаживает организм. То есть он не только может остановить процессы старения, он даже поворачивает вспять. То есть он нормализирует все системы. Он снимает усталость. Он нормализирует нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Он восстанавливает все. Он на уровне клетки, он помогает на уровне ДНК передавать вот эту информацию. Потому что сейчас очень много факторов, которые даже на уровне ДНК, он же стирает информацию наследственную имеется в виду. Здесь он помогает это все восстанавливать, помогает передавать. На уровне клетки восстанавливает организм. Вот на самом нижнем уровне. Поэтому если где-то вам удастся увидеть такую травку, я думаю, что скорее всего в продаже. Потому что здесь вы ее не найдете. Ей здесь холодно, она точно не растет. То обязательно поинтересуйтесь и добавляйте ее себе в чаек. Я думаю, что организм ваш будет только благодарен. И вот семенами или как отрежет? А? Семенами может быть? Я думаю, что скорее всего в вашей местности она не будет расти. Это именно для того, чтобы вы могли сушеную ее где-то найти. Высушеную. А у вас растет? У нас в Запорожской области растет. В Крыму в Запорожской области оно растет. В Краснодаре может быть. Вот острогалов очень много вообще. Там тоже очень много, там 600 разновидностей. Но интересует вас именно острогал шерстистопцелковый он называется. Вот так вот он выглядит. Да, знаете, я думаю, в Краснодаре должно быть. В Краснодарском крае должно быть, да. Должно быть. Вот, вот эти вот, да, желтенькие цветочки. Вот это оно. Поэтому, да, поспрашивайте, поузнавайте. Просто, когда уже информация есть, да, если будет заинтересованность, это в итоге где-то к вам придет. Вот это, вот это желтенькое такое, да. Ну, они есть похожие, но нужен именно вот этот вид. Так. Я думаю, уже много всего рассказала именно про дар. Давайте я перейду к заготовке, потому что тоже важный вопрос. Я думаю, что девичий виноград можно употреблять? Едобный, вот который, ну, виноград, а он берется везде. Ну, такой, как декоративный. По заборам, декоративный беседа. Декоративный виноград, ну, я не знаю, мне он не нравится по вкусу. Листья имеется в виду. Мне он, я поняла, мне он не нравится по вкусу. Вот поэтому. А в смысле, что он не ядовитый? А еще? Знаете, вообще вот просто ядовитых трав, которые одну съела и отравился, во всем мире по пальцам пересчитать. И для того, чтобы вы попали на такую траву, вам должно, ну, очень везти. Вы должны быть очень большим везунчиком. Значит, травы есть условно ядовитые. Те, которые, как бы, вас не отравят травы. По всему бывшему союзу лекции. Причем лекции мы читаем с такой частотой, что дома практически не бываем. Благо дети взрослые, ездим мы вдвоем с мужем. Вот. И, естественно, я имею огромное количество людей, которые все это попробовали на себе, которые отозвались, рассказали, как это работает. Поэтому это не только мой опыт, это опыт уже многих людей. Я являюсь автором двух книг. На данный момент двух, третья вот пишется, готовится к изданию. Обе книги называются «Природосообразное питание». Первая – «Травы», вторая – «Путь к здоровью». Это просто две части. Они как бы продолжают. А первая, вторая продолжает первую. А как их можно приобрести? Книги есть сейчас у меня на ярмарке. К сожалению, в России книг нет вообще. Потому что они изданы в Украине, и переправлять их из Украины в Россию нереально. Поэтому книги бывают только там, где я. Я их с собой вот сколько немножечко привожу. На ярмарке мы стоим. Вот синяя палатка около кухни. Синяя палатка написана «Полезные вкусности». Поэтому можно подойти книжками, поинтересоваться, посмотреть. Вот. И всё я себе хорошего рассказала. Я академик Славянской Всемирной Академии. В прошлом году была избрана действительным членом. Ну, теперь вы обо мне всё знаете. Хорошая, да? Теперь мы переходим непосредственно к травкам. Как вы помните, вчера мы с вами разобрали, что кушать травки со всех сторон интересно, да? Что они нас очищают организм, они выводят шлаки, они насыщают нас витаминами и минералами. Они дают нам полноценный белок, который мы можем использовать для всех необходимостей в нашем организме. Они дают нам хлорофилл. Этого вчера мы не говорили, но я просто вам ещё раз говорю, да? Ещё дополняю. Они дают нам хлорофилл, который помогает насыщать клеточки нашего организма кислородом. И, естественно, для чего кислород нужен? Знаете, в клетках? Какую функцию выполняет кислород для клеток? Акцептор электрон. Кислород разносит питательные вещества по организму, и процессы в клетках начинают, обменные процессы активизируют, да? Начинают активно идти обменные процессы. То есть процесс жизнедеятельности клетки. Ведь всё в организме живое, не только мы функционируем, да? Но всё, каждая клеточка в нашем организме тоже живая. И вот обменные процессы, процессы жизнедеятельности, они нуждаются в кислороде. И как показывает опыт, и как показывают последние исследования, что жители, особенно городов, у которых сидячая работа, которые мало бывают на природе, они испытывают кислородное голодание клеток. И за счёт этого у них очень сильно снижается иммунитет, ну, со всеми вытекающими, как вы понимаете. Вот. И для того, чтобы клетки не испытывали этого голодания, нужно активно заниматься спортом, нужно много двигаться, да, очень много. Нужно много быть на природе, нужно постоянно двигаться. Вот. Иначе никак, без движения никуда. Но людям, которые застряли вот в таком вот положении, да, в каком-то неактивном, им очень трудно начать, им очень трудно вот как-то себя раскрутить на вот это движение, очень трудно начать там бегать по утрам, делать зарядку. И вот зелёное растение – это то, что может помочь. Можно передвинуть лавочки вот сюда поближе, в тенёк. Передвигайте в тенёк, конечно, по-зачем вы будете жариться. Зелёные растения помогают вам начать что-то делать, активно что-то делать для своего здоровья. То есть это такой вот волшебный пендель, который Иван-Царевич всем раздаёт. А травки – это такой волшебный пендель для вас, для того, чтобы начать что-то делать, для того, чтобы у вас появилась энергия, для того, чтобы у вас появилась вот возможность, да, начать двигаться, начать активно действовать что-то. Потому что они насыщают кислородом ваши клеточки самостоятельно. То есть вы ничего ещё не сделали, только начали кушать что-то, какие-то новые блюда для вас. А клеточки у вас уже насыщаются кислородом. Кроме этого, зелёные растения – это особенно дикорастущие. Это обширнейший класс продуктов питания. Вы все наверняка знаете о том, что пища – это не только физические какие-то свойства имеет, но это ещё и энергия. Каждый вид пищи несёт определённую энергию, даёт определённую эмоцию, даёт определённое состояние. И вот когда мы кушаем ограниченное количество живой пищи, а при традиционном питании это очень ограниченный набор, если разобраться по-хорошему, я всегда на семинарах у людей спрашиваю, вот много ли, большое ли у вас разнообразие в питании? Люди говорят, да, мы едим очень много, у нас там и то, и то, и то. И когда мы начинаем перечислять, то понимаем, что изначально продуктов в этом по пальцам перечислить можно, да, потому что, ну, допустим, там кашка манная, кашка пшеничная, блинчики, оладушки, пирожочки, там печеньки какие-то, и хлебушки, да, и много всего можно перечислить. Это всего лишь один продукт – пшеница. Раз. Да, потом еще перечисляют, еще куча там котлетки, сосиски, всякое еще. Это еще один продукт животный, да, который дает нам энергии разрушения. Два. И вот так вот, начиная перечислять, вы понимаете, что очень мало продуктов мы используем в питании. Соответственно, очень мало энергии в нас присутствует. Естественно, при таком состоянии дел у нас образуется вот такое туннельное восприятие мира. Мы мир воспринимаем в очень узком диапазоне. Вот как радиоприемник, да, он не может поймать все абсолютно волны, только те, на которые он настроен, тот диапазон. И вот когда вы кушаете небольшое количество, небольшое разнообразие каких-то вот продуктов, вы воспринимаете мир в очень узком диапазоне. Когда вы добавляете в свой рацион дикорастущие растения, вы получаете широчайший класс различных продуктов. То есть такого огромного многообразия нет ни в какой другой категории продуктов питания, как в дикорастущих растениях. И здесь каждое растение, оно свое, оно имеет свою вибрацию, оно несет свою энергию. То есть вы расширяете свой кругозор, вы расширяете свое мировосприятие. Поэтому в этом отношении тоже очень выгодно дружить с дикорастущими растениями, уметь их различать и уметь их кушать. А когда пойдем уже? Когда пойдем кушать? А вот послушайте и в поле пастись. Об этом царевич сто раз уже говорил. Можно более авторитетного человека послушать? Да, да, да. Для меня все авторитетные. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас на семинар по педагогике Марии Монтессори на Медовую поляну. Проходит он с двух до четырех часов. Спасибо большое. А теперь кто это Монтессори? Это Курикика. Все понятно. Мы с вами вспомнили, о чем мы говорили, зачем нам вообще кушать траву. Немножечко еще добавила я из того, что мы вчера о чем разговаривали. И теперь мы с вами начнем разговаривать о том, что же нам кушать, о чем же идет речь, что же такое, что же имелось в виду под зелеными растениями. Значит, я вам перечислю для начала основные классы зеленых растений, о чем вообще идет речь. В первую очередь, что имеется в виду под зеленью. Это, конечно же, наша традиционная салатная зелень, которую мы знаем. То есть то, что вы можете кушать в первую очередь, это салаты петрушки, всякие укропы. То, что вы знаете, то, что вы уже пробовали. На этой категории мы останавливаться не будем, вы это уже пробовали, знаете, как ваш организм к этому относится. Поэтому вы должны понимать, что это в первую очередь то, что доступно-доступно в городе. И мы это, конечно же, тоже используем в пищу. Но вы теперь, наверное, понимаете, что пару веточек петрушки в салате совершенно недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности организма в зелени. То есть его просто больше нужно использовать. Следующая категория продуктов питания зеленых, это те травы, которые мы собираем в качестве пряновкусовых или лекарственных. Это вот там мята, мелиса, исоп, эстрагон, чабрец, тысячелистник, да, вот всякие вот такие вот травки, которые мы собираем как лекарственные. Эти травы обычно используются в чаек или же как приправка. Но на самом деле это тоже питательный, пищевой питательный продукт. То есть вы их тоже можете кушать, вы их можете добавлять в блюда, и эти травки, они дают такую пикантность вашим блюдам, такую неописуемость приносят. Вы никакими другими продуктами не добьетесь такой яркости вкуса, как вы можете добиться вот именно вот этой пряновкусовой зеленью. Такие общие по ней правила. Мятные травы, те, которые вот такой холодок дают, они лучше сочетаются с фруктами, с чем-то сладеньким, да, с какими-то напитками сладкими, с конфетами, с какими-то сладкими блюдами, просто с фруктовыми, допустим, салатами или чем-то таким. Если травы пряные и горькие, то есть у них такой более выраженный вкус, это вот, ну, допустим, чабрец тот же, они лучше всего сочетаются с овощами, с крупяными блюдами. То есть это какие-нибудь супы, это салаты, это что-то вот такое второе, вторые блюда. Вот. Эти травы, ну, можно добавлять, просто вы рвете листики, кладете это все туда, да, можете мелко резать, там, измельчать, целыми положить. Вот. Единственное, что здесь нужно помнить, не перестарайтесь с количеством, потому что здесь ярко выраженные вкусы, запахи. Если вы переборщите, то у вас будет такой парфюмерный, скажем так, привкус и ничего хорошего. Так, с этим разобрались. Следующая категория зеленых растений, дальше пойдет интереснее. Следующая категория зеленых растений, это то, что люди выращивают специально, но выбрасывают. Это категория, да, в первую очередь интересна тем, у кого есть своя земля, у кого есть огород, сад. Вот. Это ботва от ваших корнеплодов. Морковка, редиска, свекла, дайкон, репка, да, вот все, что мы такое вот выращиваем. Зеленые части от них не только съедобны, но они по питательной ценности превосходят корнеплоды. В корнеплоде больше только углеводов, поэтому корнеплод мягче и слаще. Всего остального больше в зеленой части. То есть витаминов, минералов и питательных остальных вещей в сотни, в тысячи раз, даже по некоторым позициям, больше именно в ботве. Поэтому, когда вы собираете, особенно со своего огорода, да, свое выращенное, когда вы собираете корнеплоды, то ботва должна быть у вас первой едой, основной, да, ни в коем случае не выбрасывайте. Особенно весной. Вот огородники знают, когда свеколку, морковку сеешь, вот меленькие-меленькие семена, да, их обычно насыпают, так они частенько-частенько всходят. Потом это нужно прореживать, прорывают, для того, чтобы было куда развиваться корнеплоду. И вот вы вырвали это растеница, корешок еще никакой, тоненькая ниточка, а ботва шикарная, молоденькая, нежная. Вот это самая ценная часть вашего урожая, не вздумайте выбрасывать. Вот все, что проредили, сразу же на стол, тем более весной, когда этого еще всего нету, и хочется, да, когда мало всего свежего и яркого. Дальше, что еще из того, что у нас само растет? Это листики от плодовых деревьев и кустарников. Они все съедобные, а также такие особенно ранней весной. Листики от вишни, да, от смородины, от малины, очень полезные. Кстати, вот травники, мне пришлось, вот дал мир возможность повстречаться с травниками, вот такими, знаете, которые на самом деле вот действительно природные. Мы потерялись, мы шли на Кавказе в поход, и, ну, просто вот как-то потерялись, не поняли, куда мы идем, и шли вот так вот по звездам, хоть бы куда, что называется. Я так поняла, что не совершенно не случайно, потому что вышли на людей, которые с 80-х годов живут одни, в радиусе 50 километров, у них нет никого, они не ездят в город, у них нет электричества, им вообще ничего не надо. Я говорю, у вас тут дорога, что-то есть. Они говорят, а зачем? У нас все есть, нам не нужен город. Я говорю, вы не ездите в город? Они говорят, а зачем? Понимаете? То есть вот люди, которые сейчас есть люди, которые вот так вот живут в гармонии с природой, живут счастливо. Поверьте мне, я не могла оттуда уйти, потому что вот то, что для них обыденно, для меня это было вот аллилуйя, да, какие-то открытия. И вот я у меня, мир мне много таких встреч давал, потому что нужна была эта информация, я искренне, очень сильно хотела эту информацию получить, она нужна была лично мне. Я ее собирала только для себя. Я начала читать лекции, когда во мне собралось уже столько опыта и информации, что она просто уже мешала мне жить, ее надо было отдавать, понимаете? То есть меня уже от нее разрывало. Я собирала исключительно для себя. Вот. И люди, вот травники, уже несколько человек было таких, которые мне говорили, лист малины, это просто вот кладезь, это такое. Вот когда я пыталась уточнить у них, да, что, что, что именно, что в нем такого. Вот я тебе говорю, ешь. Вот понимаете? То есть вы знаете, да, что вот люди, которые от природы, они не будут вам рассказывать, сколько там в граммах микроэлементов. Они вам скажут вот от души. Поэтому я ем листья малины и вам очень рекомендую в чаек добавлять и так кушать. Вот. Но люди традиционно вообще знают о том, что можно использовать листики от кустарников и деревьев. Потому что, ну вот вспоминайте, там листья малины или листья смородины, особенно черные, в чаек кладут, да, восхитительный чай получается. Листья вишни в консервацию кладут. Листья винограда, из них голубцы делают, заворачивают вот такие. То есть люди традиционно знают, что это съедобное. Но если вы будете это все использовать, класть себе в сыром виде, добавлять в какие-то блюда, да, и использовать в большом количестве, представьте, сколько вы себе принесете пользы. Дальше. Опять же таки весной. Цветы от плодовых деревьев и кустарников. Все съедобные. Конечно же, я вас не призываю обрывать весь цвет, потому что, понимаете, целью дерева является плод. Если вы оборвете цветы, оно вас просто не поймет, да. Но бывают разные ситуации. Ветку обломили, обрезали, бывают прорывают цветы, вот чтобы крупнее плоды были, да, вот разные ситуации. Если вы знаете, что эти цветы уже не будут плодом, то вы их обязательно используйте. Положите себе в салатик, положите себе в чаек, положите в какой-то себе напиток, сделайте, да, приготовьте из них какое-то блюдо. То есть обязательно используйте, не выбрасывайте. Они нежные, мягкие, сладкие, плюс в них пыльца, которую мы так ценим, собранную пчелками, да, тут она вот в первоисточнике, что как говорится. Поэтому это тоже все используем. Что еще у нас в саду и в огороде съедобное? Листики от топинамбура. Вот топинамбур очень прекрасное растение. Чем замечательное? Тем, что его посадил один раз, и все. И дальше его, с ним уже ничего делать не надо. Оно растет, оно вам делает прекрасный вот такой лес, да, из таких вот больших таких стволов. Оно постоянно дает вам эти плоды, причем топинамбур, вот сами корнеплоды, его можно хранить на зиму в земле. Вот весной только земля чуть-чуть оттаяла, пока она промерзшая, конечно, лопату не воткнешь. Вот чуть-чуть земля буквально отошла, копайте топинамбур, вот там, где эти вот стрючки, дрючки торчат, да, от этих веточки. И вот вы выкопаете, и ранней весной получите шикарные корнеплоды, просто великолепные. Они перезимуют у вас в земле, и они будут свежие и мягкие, потому что если вы их накопаете с осени, до весны они не долежат, они очень быстро вянут. А в земле прекрасно хранятся. И вот это прекрасное растение, топинамбур, я думаю, что вы слышали о корнеплодах, очень много всего лесного, да. Вот оказывается, листья у него значительно сильнее. Вот все вот эти свойства, которые были хорошие, вы слышали о топинамбуре, в листьях, они значительно сильнее выражены. Поэтому листики топинамбура можно кушать все лето. С ранней весны, как только они появились, и все лето кушать. Они немножко грубоватые такие, если, допустим, просто порезать их в салатик, ну грубовато будет. А если сделать из них коктейль, допустим, да, или если использовать их для каких-то термически обработанных блюд, то они великолепны. В топинамбуре много кремния. Топинамбур рекомендуют людям, у которых диабет. То есть он очень хорош для профилактики и поддержания людей, да, с сахарным диабетом. Вот. Ну и вообще, я думаю, что вы наверняка много всего лесного о нем слышали. Что еще интересного у нас в саду? Вообще, знаете, мы вчера с вами говорили немножко о том, как нужно питание. Питаться, да, мы вот по времени говорили, какие продукты в какое время кушать. А вот сейчас хочу немножко затронуть тему сезонности. Вот вы знаете, да, что не зря же все созревает у каждого продукта свой сезон. Ведь нельзя так природа придумала. И это же говорит о том, что, наверное, нам нужно действовать в соответствии с природой, да. Вот. Поэтому питаться лучше всего сезонными блюдами. Да, вот созрели сейчас яблочки, вот кушаем яблочки. Вот пошла смородина, кушаем смородину. Причем не так вот, как у нас принято. Ой, в этом году не уродила смородина. Пойду закрою варенье. Да, ну какое варенье? Съешьте все. Понимаете, закрыть или заготовить на зиму нужно только излишки. Вот то, что у вас в животик не влезло, вот жалко же пропадет, да, вот это нужно закрывать там как-то на зиму заготавливать. Все, что у вас влазит в животик, нужно съесть. Потому что лето и осень это время, когда нужно кушать сезонные фрукты, ягоды и овощи. И лето и осень вообще никакие кашки, супчики вам не нужны абсолютно. То есть кашка летом это когда вы уже яблоко объелись вот-вот досюда, уже яблоки не хочется, а чего-то еще хочется, да, тогда можно уже подумать о каких-то еще блюдах. Поэтому вот детки, кстати, яблоко объем, и яблоко объем под